Надо вскрывать. Ни о какой анестезии речи нет. В коже как труха так провалась. Она говорит, что мне могут не дать кормить ребёнка из-за того, что у меня на лице. Привет! Меня зовут Камаля. Можно просто Кама. Вы на канале Нутрициолог тоже человек, тоже мама. И здесь я хочу поделиться в этом видео своей историей с Акнем, потому что именно она привела меня в нутрициологию. И расскажу весь путь, вообще что я делала, что помогло, что не помогло, что к чему привело. Я пытаюсь вспомнить, когда вообще всё началось. Наверное, это началось после практики летней. Я училась в Институте экологии и природопользования. В лесу, в заповеднике у нас проходила практика. И у меня вышел какой-то прыщ, я решила его выдавить. Мне кажется, как будто тогда что-то попало. Хотя, в принципе, после зажило и никаких проблем не было. Но в какой-то момент у меня начала просто вздуваться. То есть такая краснота. Особенность моих прыщей была в том, что они не выходили, у них не появлялась такая головка. То есть они просто за вечер вздувались. Не помню, почему. Ещё были какие-то ситуации, знаете, когда я в целом такая очень неуклюжая. Я везде там ударяюсь. У меня вечно все синяки. Я думаю, среди вас тоже есть такие. И вот были ситуации, что я там ударилась, например, да, этим местом. Представляете, там и так распалительный процесс. Я ещё ударяюсь. И, соответственно, начинались нагноения. Внутри, под кожей и наверх ничего не выходило. Я не знала, как-то особенно с медициной не дружила. И стала искать, спрашивать, куда вообще обратиться. Мне сказали, что вот надо к косметологу. Нашла какого-то там косметологический центр. В центре города у нас в Казани. И пошла на Левобулачный, как тогда помню. Я студентка. Особо большими деньгами не располагаю. Мне родители не сильно помогали. Но, тем не менее, как-то выделяла. Потому что я получала матпомощь, как активистка. И в итоге мне сначала стали пытаться делать, убрать эти воспалительные процессы. Делали Дарсонваль. Такой, знаете, да, микротоки, электротоки. Сейчас там модно голову электрической расчёской расчёсывать. Вот мне тогда их грели. Пытались снять так воспаление. И делали после этого маску альгинатную, которая там снимается. Но, видимо, мне сильно её разбавляли. Мне нужно было её смывать, а не снимать. Вот. Эффекта не дало. Я какой-то там определённый курс проделала. В итоге мне говорят, ну, как бы извини, мы ничем тебе не смогли помочь. В плане вот снять воспалительный процесс надо вскрывать. Типа надо протыкать. И вот почему у косметологов есть такая, знаете, мода не хирургически вскрывать, а вот протыкать там. Они там проткнули иголочкой. У меня кожа уже так истончилась. То есть это же, по сути, гниение процесс. Что кожа как труха так провалась. Здесь, везде всё. То есть они всё это выдавили. Выдавили так, что всё посинело. Ни о какой анестезии речи нет. И присыпали таким белым порошком. Я сейчас могу предположить это, что это стриптомицин был, антибиотик. И вот так меня отправили. И я вот так вот ехала на автобусе в общагу, чтобы вы понимали мои ощущения. Ну, соответственно, это всё зажило. И заживало. Ну, то есть это заживает. И кожа же не идеальна. То есть её же уже повредили. И она зажила так, что там внутри у меня разные, ну, разная соединительная ткань образовалась. И в следующий раз, когда у меня случилось снова почему-то, не знаю почему, я ничего не давила, ничего не трогала. В какой-то момент начинает краснеть, опять вздуваться. Когда в следующий раз случилось, соответственно, я стала снова искать поводы. Покупала разные мази. Сейчас даже, наверное, не вспомню. Ну, что там в рекламах рекламировали. Сходила к разным врачам. Особо денег нет. В один раз, когда я поехала к родителям, решила сходить к дерматологу. Я уже узнала, что, оказывается, нужно искать дерматолога, а не косметолога с такими проблемами. Косметолог – это там внешние косметические проблемы. А акне – это всё-таки уже дерматолог. И решила сходить в бесплатную нашу поликлинику районную. К дерматологу попался мне тогда врач, который был на смене после гулянок. Он мне даёт бумажку, ручку и говорит – пиши. Потому что он написать не мог. Соответственно, я написала там что-то, он мне сказал, какие-то компрессы, мази. Проделала, только от них не было. И в очередной раз с этими проблемами я попадаю, на самом деле, вроде как к нормальному дерматологу, которая начала меня… Ну, честно говоря, я её люблю до сих пор, да, очень её рекомендую всем. После меня тоже многие ходили к ней. И вот первый был дерматолог, который решил заняться проверкой всего моего здоровья. То есть она меня отправила к гастроэнтерологу на консультацию, проверить всё по ЖКТ. Я глотала трубку. Да, были какие-то проблемы по здоровью в плане пищеварения, но не критические. Это был такой лёгкий гастрит. Я просто исключила всё жареное на тот момент. Пришла на такую более щадящую еду. Питалась я, честно говоря, отвратно. Это я сейчас уже могу сказать, что было отвратно. А тогда я не понимала, что это отвратительно. Чтобы вы понимали, разные виды макарошек. Вот, знаете, бантики и там спиральки – это был разный ужин. К ним обычно шли сосиски. То есть мы, причём, закупали там что-нибудь по скидке и замораживали с парнем на тот момент, чтобы вот приготовить быстрый ужин после работы. Кетчуп, сосиски, макарошки. И разные виды макарошек – это разная еда. Казалось на тот момент. И, ну, вроде как с питанием. Я там вроде как с врачом уже поработала. Стол номер пять. Всё хорошо. А проблема продолжается. Врач назначила первый раз антибиотики. Плюс я вот пошла эту всю проверку. Плюс она мне отправила по-женски всё проверить. Да, там были какие-то проблемы из разряда кисты. Но они вроде как появлялись и проходили. Это я на тот момент не знала, что это состояние кишечника влияет. Но вот появлялись, проходили. Вроде как норм. Причём был дискомфорт при половом акте, в некоторых позах. И я как-то на этой... Ну, типа, ну, это нормально. Мне казалось на тот момент, что так должно быть. Ты же как бы не шибко опытная женщина в этих делах. Потом, что дальше? Соответственно, не проходит. Она назначает двойную дозировку антибиотиков. Потому что вроде как воспаление немножко снизилось, но не прошло. И ещё больше раздувается снова. В итоге назначает двойную дозу антибиотиков. Мы пытаемся антибиотиками это всё загасить. И ещё я ходила, знаете, смотреть под микроскопом. Реснички сдавала. Демодекс, клещ. Нет ли у меня клеща? В принципе, он в норме. Сейчас, спустя время, могу сказать, что он в норме. Это бывает в каком-то таком небольшом количестве. Там одно, два. Но его не должно быть много. Но он разрастается, когда у вас падает иммунитет. Кожный клещ. То есть в моём случае оказалось тоже. Не в этом дело. И на фоне этого всего я дохожу с дерматологом вроде как со специалистом до ретиноидов. Системные ретиноиды. Она сначала ещё, да, параллельно с антибиотиками она пыталась назначать мне крема с ретиноидами. Ретиноиды это крема, который содержит соединение витамина А. В больших количествах. И есть такая особенность, что при приёме ретиноидов нельзя беременеть. Потому что будет ребёнок с аномалией развития. Витамин А в больших дозировках влияет патогенно на ребёнка, на плод, на мать, на беременность. И именно поэтому у меня брали расписку, что у меня будет двойная контрацепция. То есть презерватив барьерный. И второй вид контрацепции это гормональные препараты. Я сходила к гинекологу, она мне прописала там определённые гормоны в качестве контрацепции. И я вот это совместила и пила. Причём ходила на приём. Их прописывают, знаете, как с маленькой дозировки. Не помню, что-то около 8 что ли миллиграмм. И ты постепенно повышаешь. Например, первый месяц 7, потом 8, потом 9. 10, 12. И вот до разной дозировки все доходят. Ты ходишь каждый месяц к врачу, чтобы она отслеживала у тебя, есть улучшения, нет улучшения, нужно ли поднимать дозировку. И потом также плавно снижает. Есть очень много побочки. Помимо того, что нельзя беременеть во время и ещё где-то полгода после. Есть такая побочка, как сохнут все слизистые, вся кожа, нос может сохнуть, губы. У меня не сильно это наблюдалось, но в принципе у людей бывает такое, что даже кожа трескается, там слизистая трескается, кровоточит. И ты каждый месяц ещё ходишь давать анализы печёночной пробы. Там АЛТ, АСТ, билирубин и так далее. Почему? Потому что такая нагрузка большая на печень, что печень может сказать давай до свидания. И вот я каждый месяц ещё ходила, сдавала эти анализы, чтобы точно со мной всё было хорошо, чтобы я там пони не двинула. Мне помогло. В этот промежуток времени я выхожу замуж, красивая, я была счастлива, и я думала, боже, придумали чудо, просто чудо, почему, почему этого все не при меня? Ну, после замужества, где-то спустя год, проблема возвращается, причём не только здесь, где, казалось бы, я там когда-то что-то ковыряла, и такая зона вообще, где действительно нельзя ковырять прыщи, носогубный треугольник. Возвращается ещё и на лбу, тут если присмотреться, у меня там есть пара дырочек тоже, и, кстати говоря, и тогда уже, когда мне назначили ретиноиды, чтобы это всё ещё и прошло, мне вскрывали, у хирурга надрезали, делали надрезы, выдавливали весь этот зелёный гной, и чтобы всё это вот прошло. И потом, спустя там год-полтора, может быть, даже два силы, не больше двух точно, всё возвращается, возвращается на подбородки, возвращается на лбу. Прихожу к врачу, она говорит, ну что, вздыхает, назначает мне снова ретиноиды, говорит, ну вот настолько хватило эффекта. И мы снова идём к хирургу, в кабинет, мы снова это скрываем без анестезии, это на самом деле адски больно, всё нормально пишем, показалось, что отключилось. Это на самом деле адски больно, потому что анестезия не может взять то место, где есть такое воспаление, где есть гнойный процесс. И у хирурга, конечно, вскрывать это безопаснее, в плане, чем вот как с косметологами, мне там втыкали иголки, да, выдавливали. Во-первых, они делают очень аккуратные маленькие надрезы, и они так заживают, что практически ничего не видно. И вот на лбу мне, ну практически ничего не видно. А вот эти все шрамы, это вот последствия похода к первым косметологам, которые ждали, что всё пройдёт, и ничего не проходило. И я пропиваю ретиноид, и, казалось бы, на этом моя история должна закончиться. Я дальше живу прекрасную жизнь, знакомлюсь с нутрициологией, в связи с другими проблемами, конечно, там у меня начинается цистит, молочница, как я с них выбралась. Я тоже расскажу эту историю, наверное, в следующем видео, поэтому подписывайтесь. И здесь общее решение было, я начала заниматься питанием, познакомилась с ним, и это случилось там через интимную гимнастику, очень интересно. Привожу в порядок состояние своего кишечника, пищеварения, и мне кажется, что всё как бы отлично, всё идеально. Я больше не буду знать, что такое акне. Когда я поступала в институт нутрициологии ещё первые месяцы, у меня даже были проблемы с кожей. Я ещё тогда, помню, так волновалась то, что, а как я вот буду тестовую консультацию вести? Я так выгляжу, а нутрициолог разве может так выглядеть? Типа, ну, 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 не важно, что я только пошла учиться, и меня привели мои проблемы. Мне казалось, что я уже прямо сейчас сразу должна выглядеть идеально. Ну, как бы, давайте смотреть правде в глаза, да, нутрициолог тоже человек, и у него тоже бывают свои проблемы. Которые, в принципе, его сюда и привели чаще всего. Не все идут с деньгами. И я точно не из тех, кто пришёл зарабатывать в этой сфере. Я пришла улучшать своё здоровье. И, казалось, я хакнула систему. Всё, я питаюсь здорово. Кожа всё лучше и лучше. И знаете, когда система дала сбой, при подготовке к беременности я сдаю генетический анализ, генетический паспорт себе делаю, заказываю. Я уже нутрициолог с приличным стажем. И во время беременности, ну, я такая, ну да, по анализам. Вот теперь-то я поняла, думаю, откуда у меня было акне. У меня было из-за того, что у меня витамин А не усваивается. Вот такие проблемы. И у меня ген акне. То есть есть прям такой ген, который отвечает за вот эти высыпания на лице. А у меня сложились несколько факторов. Во-первых, низкий уровень витамина С. Витамин А не усваивается. Соответственно, он, наверное, низкий. Но я подумала, что раз у меня с кожей сейчас проблем нет, значит, всё хорошо. Это была моя ошибка. И ген акне. То есть три фактора, которые повлияли на то, что у меня были раньше. Я такая, ну всё, я теперь знаю, что я буду делать, как поддерживать, что мне нужно не ретиноид, а периодически витамин А. Но типа раз сейчас всё нормально, значит, у меня всё хорошо. Я не сдала витамин А до родов, до беременности. И это была моя большая ошибка. Через два месяца я беремененю. Всё хорошо. Но под конец беременности, на седьмом где-то месяце, мои запасы витамина А подходят к концу. Сынка тоже. И здравствуйте. Начинаются снова проблемы. Снова такое лицо. А ретиноиды мне нельзя. И витамин А мне нельзя. Представляете? И пила антибиотики, чтобы хоть как-то облегчить. А представляете, да, ситуацию, что я беременна, я человек, который против приёма антибиотиков максимально за то, чтобы их ограничить в своей жизни, тем более не пить их во время беременности. но была вынуждена, чтобы хоть как-то сдержать то, что происходило на лице, прикрытую фотографии. То есть даже элементарно ты просто вытираешь, да, эту зону, и начинало сочиться местами, гной начинал сочиться. Я была рада, когда происходила такая ситуация. Это значило, что появился выход, да, кратер гнойным процессом. Потому что ближе к родам стало ясно, что это ничего само не пройдёт, что нужно ждать, что я рожу и после этого смогу пить витамин А. Врачи были строго против того, чтобы пить витамин А и после, пока я кормлю грудью. Но я сдала все анализы, сама купила витамин А, просто не синтетический, а натуральный, из жира печени трески. И я же как специалиста разбираюсь в этих делах. И на самом деле вот то токсичное влияние на плод, о котором говорят, я уже почитала исследование, выяснила, что это именно синтетического витамина. Если я пила во время беременности даже натуральный витамин А, просто следила за показателем в крови, чтобы его уровень был в норме, не превысил, то и с плодом бы было всё хорошо. С ребёнком не повлияло бы на ребёнка. И ближе к родам мне говорят, я встречаюсь со своим врачом, с которым я уже буду рожать. Кто не знает, беременность ты ведёшь с одним врачом, обычно 95% случаев, рожаешь с другим. Я встречаюсь с тем, которым рожать, собираюсь рожать в самом там оснащённом нашем центре казанском, в РКБ. И она говорит, что мне могут не дать кормить ребёнка из-за того, что у меня на лице. Представляете? Несмотря на то, что вот эти мазки, я, кстати, когда вот эта проблема была, и много лет назад, когда это только начиналось, я тогда даже сдавала вот этот гной отделяемый. Шла в лабораторию, в институт при лаборатории, лабораторию при институте. Меня собирали, делали посевы бактерий, выращивали, и количество бактерий в этом отделяемом было не выше, чем просто на поверхности любого человека. То есть 10 третий для стриптококков, это вообще, ну вот просто на коже, у всех на руках есть такое количество. И здесь тоже я понимаю, что дело не в том, что у меня какие-то бактерии, да, тут на поверхности развились, но мне из-за этого могут запретить кормить ребёнка грудью. Я такой боец, как бы, вы что? Отобрать моё грудное скармливание у ребёнка, хотя, как бы, я точно знаю, что моё молоко не опасно для ребёнка, 100%, и даже если сравнивать, да, даже если мама болеет, наоборот, какие-то антитела, ребёнку это всё попадёт, и это, наоборот, полезно. Но вот есть такая старая школа, что может запретить кормить. И я, как бы, была готова на всё, и, соответственно, пошла к хирургу, снова. Моя гинеколога тогда, она не согласилась с решением моего дерматолога, у которого я уже лечилась, да, несколько лет. Она отправила меня к своему дерматологу, да, пробовала назначить какие-то другие мази. Мы пробовали, пробовали, я её делала фотографии, присылала, соответственно, результатов нон. Один раз она просто говорит, езжайте, говорит, вот в хирургии челюстную лицевую скрывать. Соответственно, в любую платную ты не поедешь, и вообще, говорит, желательно прямо сегодня. Она меня направила в бесплатную, где вот якобы челюстно-лицевая хирургия, именно специализация. Это, конечно, была большая история, как я туда попала, но мне делают там анестезию, это адски больно, потому что всё это распирает воспалённое, анестезия не берёт, и меня, соответственно, вскрывает. Я беременная с животом, больно, плачу. И скрывал ещё, знаете, мужчина восточный, а я сама родилась в Азербайджане, и у меня по отчеству, да, там по фамилии, ну, по отчеству уже можно увидеть, что я такая восточная. И он, видимо, на этом фоне, может быть, тоже ко мне проникся. Так очень заботливо общался со мной, всё вскрыл, всё почистил, и поставил дренажки. С двух сторон я ходила с резинками, и мне сказали, что нужно промывать. Я ходила потом там в дежурную клинику, челюстно-лицевую, стоматологию, и мне промывали. Это было тоже адски больно, то есть там всё слипается, но чтобы воспалительного процесса не было, надо всё смывать. И там были молодые врачи, которые, они брали на себя ответственность снять эти дренажки. А дренажки, знаете, просто берут перчатку, отрезают кусочки и запихивают. Вот тебе вся дренажка. То есть это не какая-то специальная резинка, это просто стерильная перчатка, которую обработали там мазью, стерильным раствором и запихали. Соответственно, достаточно долго, у меня целую неделю кожа была оттопырена, и шрамы от этого тоже остались. И никто из врачей не брал ответственность это снять. Врачи менялись каждый день, и когда я опять попала к какому-то там очередному, он говорит, сходите к тому врачу, у которого вы были. А к тому врачу я не могу попасть, там надо ловить челюстно-лицовую хирургию, и туда можно обратиться, где мне вскрывали только с начальной проблемой. Все перевязки и дальнейшее лечение ты должна делать уже в любом другом месте. По прописке, по прописке у нас нет хирурга челюстно-лицового, вообще хирурга не было. И я в итоге нашла этого врача, он же мне все-таки заключение давал, где он работает. Нашла стоматологию, что он где работает. К нему пришла, он говорит, все это надо было давно снять. Не взял с меня никаких денег, все снял, промыл, сказал, все, давай, иди, дорогая, рожай. И после этого у меня более-менее спало. Спало достаточно, чтобы мне в роддоме разрешили кормить. Родила. Все вроде как более-менее было. Если посмотреть мои фото с роддома, после роддома, дома, было вот где-то через неделю, наверное, после родов опять начало воспаляться, может, через две, потому что иммунитет сильно ослаб. Роды, потеря крови и так далее. и на этом фоне опять стало процветать. Я, соответственно, ничего не делала. Я вот тогда уже начала подключать добавки. Заказала себе натуральный витамин А, который не вреден на грудном скормлении 100%. И все. Теперь я регулярно проверяю уровень своего витамина А в крови. Он жирорастворимый. Его важно не передозировать. То есть, если его слишком много, тоже может быть опасно, вредно. Поэтому он под контролем. Плюс я пью, чтобы его поднимать достаточно большие дозировки. Это прям дикие дозировки, которые я боялась пить в беременность. Но зато вот такая кожа. Прям могу показать ближе. Вот такая история. Что, наверное, из этого я бы какой вывод сделал? Во-первых, я бы порекомендовала всем, кто готовится к беременности и вообще имеет какую-то проблему, которую долго не может решить даже здоровым питанием со специалистом. А я уже считаю, что я сама для себя была специалистом. Все-таки сдавать генетический паспорт. Это не так дорого. По акции на Черные пятницы можно купить тысяч за 8, за 7. Это очень круто. Кстати, сына тоже купил. Никак не сдадим. Потому что слюну собрать невозможно у него. кровь жалко было колоть маленького. Вот. И генетический паспорт. И вот если есть такие моменты, особенно с витамином А, в следующий раз я просто, когда буду готовиться к следующей беременности, я до беременности подниму уровень своего витамина А прямо на максимально критически высокий уровень, который возможен. То есть не за пределы референции лаборатории, а вот прям близко-близко и цинка. Чтобы мне хватило на беременность спокойно. И во время беременности возможно ближе к последним срокам тоже какую-то небольшую дозировку буду употреблять, потому что я никому такого не пожелаю, что я прошла. Как-то так. Вот такая история. Если вас мучает акне, начните конечно же с питания, с рациона, с кишечника, потому что точно в первую очередь конечно проблема лежит там. И такие детали как витамин А, как в моем случае, это уже детали, потому что эффект я смогла закрепить на основе только питания я, а витамин А вот сдал позиции уже только в беременность. поэтому питание, рацион, кишечник и только потом генетический паспорт и такие детали как ваша генетика по усвоению витаминах. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. В следующих видео расскажу про историю цистита, молочницы и кист по-женски. С вами была я, Кама Карамова, нутрицолог тоже мама. Продолжение следует...